Хендмейт от Стива Джобса ушел с молотка. Японское правительство шокировало секс-вечеринкой. Просили как у сердючки. Сделаем и не больно, но на деньги налогоплательщиков. Вот в Российской Госдуме взломали банкомат. Обо всем этом в нашем дайджесте. В Российской Госдуме взломали банкомат. Нападение произошло ночью. Терминал находился на 12 этаже рядом с буфетом, где нет видеокамер. Деньги не пропали. В интернете уже есть версии, мол, терминал лопнул сам. После того, как его загрузили депутатской получкой. Служба охраны в недоумении. Ночью в здании могут находиться только депутаты и их помощники. Скандал в японском правительстве. Помощники министра экономики, торговли и промышленности Яйти Миядзавы тратили бюджетные деньги в клубе для сада мазохистов. И это во время предвыборной кампании. Нецелевое использование средств заметили журналисты. Всего на секс-вечеринку потратили страшную по японским меркам сумму. 216 долларов. Раритетный Apple ушел с молотка. Компьютер, собранный собственноручно Стивом Джобсом и его партнером Стивом Возником, был продан на аукционе за 905 тысяч долларов. Это редкая модель 1976 года. Первая из партии Apple 1. В мире осталось несколько подобных экземпляров. В 70-х такая ЭВМ стоила всего 666 долларов. Китаянка Тан Шэн целую неделю прожила в ресторане быстрого питания. И все из-за расставания со своим бойфрендом. Работники фастфудок постоялись и отнеслись с пониманием. Девушка регулярно делала заказы и справно платила. Изначально Шэн зашла перекусить куриных крылышек. Но потом решила обдумать свой разрыв с парнем. Говорит, неделя прошла незаметно. А вот это британское семейство живет на колесах. Дебора Телбот, ее муж, дочь, а еще кот, собака и попугай три месяца ютятся в автомобиле. Их дом в Южном Уэльсе забрал банк. После того, как женщина потеряла постоянную работу и семья не смогла выплачивать кредит. У соцслужб претензий к родителям нет. Дочь ходит в школу и все необходимое для девочки в автомобиле есть. В аптеку городка Ашнад, штата Орегон, пожаловал медведь. Полугодовалый хищник разгуливал между полками с лекарствами, пока его не забрал полицейский. Ранее медвежонга видели в гостинице. Туда он пробрался через открытое окно. Зверя уже отправили в реабилитационный центр, потом его отпустят на природу. Кота-гиганта отыскали в России. Максимус живет в Петрозаводске и весит 10 килограммов. Питомца выгуливают на собачьем поводке. Максимус помесь мейн-куна и сибирской кошки не только ловит мышей, но и охраняет дом, говорят его хозяева. Субтитры создавал DimaTorzok